Приветствую вас товарищи командиры, на связи канал Бэттлшип. Недавно на официальном канале вышло поучительное видео про линкоры, где разработчики рассказывают подробно о всех тонкостях и механиках игры на линкорах. Так что это видео будет максимально полезно тем, кто любит играть на линкорах. И я же в свою очередь перевел и озвучил это видео специально для вас, так что не жалейте ваши лайки в знак вашей благодарности за мой труд. Ну всё, пора начинать. Приятного просмотра, друзья! Приветствую, легенды! Одним из определяющих моментов игры WoWs Legends являются могучие линкоры. Давайте же узнаем их уникальные особенности. Линкоры являются гигантскими артиллерийскими установками, которые способны донести тонны снарядов по врагам на большие расстояния. Их орудия наносят большой урон, но есть и недостатки. И когда они попадают, они оставляют след. Линкоры имеют два типа снарядов — бронебойный снаряд и осколочно-фугасный. В большинстве случаев вы используете на линкорах бронебойный снаряд для стрельбы, и это самый лучший способ нанести большой урон по кораблю и попасть в цитадель. Регулярные попадания снарядов составляют 33% от максимального урона снарядов. Но есть один недостаток. Имея большую мощь, иногда снаряды дают сквозняки. Снаряды линкора могут проходить прямо сквозь цель, нанося всего 10% от максимального урона снаряда. Сквозные пробития зависят от трёх факторов. Толщина брони вражеского корабля, скорость полёта снарядов и таймер взрывателя снарядов. Ваши снаряды должны сдетонировать внутри корабля, чтобы сделать пробитие или попасть в цитадель. Большинство линкоров имеют стандартный по времени взрыватель снарядов. Однако некоторые британские линкоры имеют более короткий таймер взрывателя. Это усложняет задачу попадания в цитадель, играя на британских линкорах. Но вы будете делать больше пробитий и наносить стабильный урон. Осколочно-фугасные снаряды линкоров могут быть разрушительными, но эти снаряды в большинстве случаев не являются их основными. Если вы обнаружите, что сражаетесь с врагом и не можете нанести хороший урон бронебойным снарядам, переключитесь на осколочно-фугасные и сделайте пару выстрелов. Вторая особенность линкоров — это их броня и большие размеры. Это превращает их в массивный бассейн со здоровьем, с умением держать удар, в отличие от крейсеров. При правильной позиции линкор может нанести критический урон под стадели. Чтобы делать это максимально эффективно, вы должны знать о сильных и слабых сторонах своего корабля и какие враги могут превзойти вас. Исторические линкоры не могли быть полностью покрыты мощной броней, и в основном максимальная защита была сфокусирована на защите стадели, и это оставило относительно тонкое покрытие на оконечностях, из-за чего вы получите урон под любым углом и в любую часть корабля. В игре мы называем это превышение, где достаточно большой снаряд может игнорировать толщину и угол наклона брони до определенных точек. Чтобы выяснить, какое бронирование оконечностей может танковать ваш корабль, возьмите калибр орудия и поделите его на 14,3. Для примера, Айова имеет калибр 406 мм, поэтому она пробивает все оконечности не толще 28 и 3 мм. И если обшивка корабля 28 мм и ниже, то снаряды Айовы будут фонзаться как нож в масло. А это означает, что Айова будет игнорировать обшивку многих крейсеров и наносить урон под любыми углами. Поэтому важно всего знать, какой у вас калибр и какой корабль против вас. Знание — это половина успешной битвы в игре. В общем, вы должны постоянно маневрировать на своем корабле, чтобы свести получаемый урон к минимуму и при этом умело использовать всю свою огневую мощь. Но ни в коем случае не поставляйте противнику свой борт. Линкоры большие и тяжелые, и поэтому вам стоит тщательно планировать свой маршрут во время боя, чтобы не совершить тактических ошибок. Хороший командир на линкоре знает опасность от торпед. Для этого нужно посматривать на миникарту и избегать эсминцев. Ну что ж, любители линкоров, надеюсь, мой перевод и озвучка этого видео очень помогли вам в освоении этого класса кораблей. И теперь вы знаете больше. В знак поддержки моего контента просто прожмите лайк. А кто еще не подписался на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Впереди еще много интересного. На связи был канал Battleship. Всем удачных морских сражений, командиры! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова